Привет, друзья! Продолжаем сидеть на карантине, продолжаем делать ремонт. Об этом свидетельствует стена, еще не покрашенная сзади меня, и некоторое отсутствие моих пальцев. Поэтому я не могу уже ничего делать в плане ремонта, могу только сидеть и что-то вам рассказывать. Поэтому я сегодня расскажу вам про самые дурацкие памятники, которые я встречала в Москве. Эти шарики будут находиться здесь просто так, для того, чтобы поднимать настроение и мне, и вам, потому что никто не может грустить, когда у него есть воздушный шарик, о чем свидетельствует. Кстати, моя татуировка, видите, у меня тут тоже воздушный шарик. Так что нельзя грустить, шарики это мои новые цветы, потому что с появлением котов в доме цветы стало держать невозможно, все цветы сжираются, коты блюют, вызываются ветеринар. В общем, в нашем доме держать цветы, неважно, какие в горшках или срезанные, это очень дорогое удовольствие, муторное. Поэтому теперь шарики, которые на время, пока коты находятся в другом помещении, их можно приподопустить. А когда коты заходят сюда, шарики можно приподнять. Они на вот такой вот штучке у меня привязаны, видите, тут специальная водичка, чтобы они не взлетали. Поэтому как только появляются коты, штучка с водой отвязывается и шарики взлетают. Но вы безопасны, поэтому шарики будут находиться на вот такой высоте. Иногда здесь будут появляться какие-то фотографии памятников. Так что поехали! И начну я не с памятника Петру Первому, как могло бы показаться. Нет, я к памятнику Петру отношусь, как ни странно, нормально. Потому что он страшный вблизи в основном. Он довольно симпатично смотрится вот силуэтно на фоне города. То есть, если на него смотреть издалека, то он вполне себе ничего. Там, конечно, есть косяки, конечно, не соблюдены никакие пропорции. Какая-то утлая лочонка, на которой он стоит. И все какое-то странное. Но, в общем и целом, когда я вижу его издалека, он не вызывает у меня каких-то негативных прям таких чувств. А вблизи, так ты попробуй еще подойди к нему. Он на острове стоит, что ты там разглядишь вообще. Ну, то есть, я не знаю. Мне кажется, пусть уже стоит и стоит. Это такое интересное воспоминание о плохих временах. Ну, вот был такой Зураб Церетели. Кстати говоря, возвращаясь к Зурабу Церетели. У него, по-моему, есть прям вот хороший, такой надежный продолжатель его дел. Сейчас я вам его покажу. Многие со мной не согласятся, но я считаю, что памятник этот плохой. И я говорю про памятник Калашникову. Я постоянно его мимо проезжаю. И поскольку его чаще всего проезжаешь, а не проходишь, то опять-таки силуэтно он создает впечатление, что это какой-то там, я не знаю, саксофонист или гитарист. Зависит от того, с какой стороны ты проезжаешь. То есть, у него такая странная поза. И зачем-то он, ну, эту тему уже мусолили давным-давно. То есть, он держит в руках этот автомат Калашникова, как будто бы он где-то воевал. Ну, вы знаете, наверное, тоже эту историю, что одной из частей памятника Калашникова была немецкая винтовка, которую по ошибке туда просто взяли из интернета, перепутали и налепили. Потом поднялся скандал, это все убрали. Но у этого скульптора, я даже не знаю, стоит ли называть его имя, наверное, стоит. Его зовут Салават Щербаков, москвич, 61 год. Так вот, у этого скульптора это уже не первая ошибка с оружием. До этого памятник Прощание Славянки, который стоит на Белорусском вокзале, сразу после открытия памятника, люди, которые разбираются в оружии, обнаружили, что у советского солдата, уходящего на фронт, за спиной висит немецкая винтовка Маузер. Кстати говоря, вот этот вот Георгий Победоносец, убивающий змея, который тоже входит в скульптурную группу почему-то памятника Михаила Калашникова, он совершенно не Георгий Победоносец, а совершенно он скорее даже Архангел Михаил почему-то, убивающий змея, не знаю. Оставим, пожалуй, Салавата Щербакова в покое. Скажу только, что на открытие памятника Михаила Калашникова приезжал Зураб Церетели, и для меня это лучшая характеристика того, что памятник... Наконец-то переходим к моим любимым некрасивым памятникам. Обожаю просто этот абсолютно дурацкий памятник, который находится в Ясенево, называется он Дельта Планиризм. Время от времени мне приходится его проезжать, потому что есть у меня некоторые семейные дела в Ясенево, и муж мой, который вырос в Ясенево и жил в детстве недалеко от этого памятника, он говорит, что он считал, что это памятник Гагарину. Но на самом деле это памятник, по-моему, человеческой шаурме, потому что, посмотрите, бедные вот эти люди, нанизанные на шампур, просто проткнутые посередине их тела, которые между тем продолжают парить с радостными лицами в воздухе. И это, ну, прям я проезжаю и испытываю сострадание просто к этим людям. Я считаю, что он занимает достойное место в пятерке самых дурацких просто памятников Москвы. Обожаю просто, люблю за это уродство памятник Майклу Джексону, который я уже показывала мельком в одном из своих выпусков. Этот памятник, который стоял на Арбате и который просто, мне кажется, вот этот памятник надо было оставить только для того, чтобы был памятник плохим памятником. Вот это такой символ, знаете, должен был быть. Блин, камон, ребят, ну он больше похож на робота, но это такое позорище, мне кажется. Прямо вот мне кажется, его надо было посмотреть, сказать, эх, не получилось, ну жаль. И просто положить какую-то вот плиту, знаете, звезду Майкла Джексона и было бы гораздо лучше. Но вот на вкус и цвет, видите, сандалики все разные. Поэтому мы переходим к памятнику Майи Плесецкой. Мы не будем обсуждать саму балерину, но вот этот памятник, мне кажется, что она заслуживает гораздо большего. Потому что вот, честно говоря, когда я смотрю на вот этот памятник, она мне больше напоминает какую-то стриптизершу или какую-то, какую-то очень легкомысленную такую, даже не знаю, девушку что ли. Как-то вот, я понимаю, что скульптор хотел создать вот такую парящую фигурку в образе Кармен на фоне неба. Но, блин, что-то вот как-то, знаете, у меня вот эта, видимо, рубрика будет называться «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Вот это именно вот из этой категории памятник. Это, знаете, вот тот случай, когда нет волшебства, знаете. Я делю памятники на хорошие и плохие исключительно на основе вот каких-то вкусовых предпочтений, да. И сейчас я вам покажу, например, памятник, который я считаю хорошим. Я очень люблю этот памятник, этот памятник Твардовскому. Я уверена, что никто из вас не знает, как выглядел Твардовский, и я тоже не знаю. Но вот этот памятник, он настолько живой и настолько он классный с моей точки зрения. Вот я на него, когда смотрю, несмотря на то, что он сделан из какого-то тяжелого металла, скорее всего, из бронзы, ну, наверное, да. У меня вот все время складывается при первом взгляде такое ощущение, что он вот прямо сейчас сделает шаг и прям вспрыгнет. Вот вспрыгнет с этого пьедестала и пойдет. Или вот он, вот как будто бы он задумался, и сейчас он такой, и вот вскинет голову, и дальше что-то пойдет делать. То есть вот в нем есть какая-то магия жизни, какое-то волшебство, несмотря на то, что это кусок металла, просто, ну, вылитый в какой-то форме. Очень много таких памятников в Москве хороших. В частности, там очень люблю памятник Грибоедову. Тоже спорная история, но очень его люблю. И в частности памятник Пушкина, до которого я дойду чуть-чуть подальше, прям отдельной строчкой его покажу. Ну, то есть вот, как бы выбирая между хорошим и плохим памятником, для меня хороший памятник, это в котором есть какая-то магия. Она недоказуемая. Но вот в памятнике Плесецкой магии нет. Еще один памятник, спорный достаточно, это памятник Шолохову. Я бы, это тот случай, когда я бы хотела сказать без комментариев, но так нельзя. Раз уж взялась рассказывать про какие-то некрасивые дурацкие памятники, то уж будь добра, объясняя почему. Я знаю людей, которым этот памятник нравится. Нравится причем активно, которые там ходят к нему специально, там что-то с ним разговаривают. Я тоже так делаю с некоторыми памятниками. В частности, я хожу к памятнику Гоголя и тоже с ним разговариваю. Ну да, мы странные такие люди, все гуманитарии, немножко ку-ку. Но памятник Шолохову я не люблю. В первую очередь из-за вот этих коней. Мне кажется, что это отрубленные головы, это никакие не плывущие кони. Мне кажется, что это просто кладбище конских голов, от которых Шолохов, бедный, залез и от этих призраков спасается просто на лодочке. Так, про Высоцкого я уже говорила. Памятник Высоцкому это мой какой-то детский комплекс, который у меня остался. Я рассказывала, что первый самый памятник известному человеку, который я увидела, это был памятник Высоцкого, который на меня произвел просто ужасное чудовищное впечатление. После этого я стала обращать внимание на памятники известным людям, которые выглядят просто как плевок в память известного человека. Вот к таким памятникам я отношу, мне кажется, вот хуже этого памятника Пушкину ничего нет. Но на самом деле есть. Но поскольку этот выпуск я посвящаю ужасным памятникам именно тем, которые находятся в Москве, то пусть это будет самый ужасный памятник Пушкину именно в Москве. Вот такой вот отвратительный, просто чудовищный Пушкин стоит в музеоне. Сейчас объясню, почему я этот памятник считаю ужасным. Ну, во-первых, наверное, потому что у меня есть глаза. А во-вторых, вот смотрите, возвращаясь к пресловутому вопросу о портретном сходстве. Здесь очень сильно нахваливают этот памятник его создатели, потому что якобы этот памятник очень напоминает Пушкина. И даже роста он такого же, то есть 166 сантиметров. Я вам сейчас таким голосом противным рассказываю, чтобы вы поняли вообще степень моего омерзения по отношению к этому аргументу. Ну и что, что он 166 сантиметров? Это что, блин, главное достоинство поэта? Вот смотрите, я вам для примера сейчас покажу памятник, главный, наверное, памятник Пушкину, который стоит на Тверской. Кстати, опять-таки, если вы знали, этот памятник стоял на другой стороне Тверской. И в 50-е годы, когда расширяли Тверскую, вот переставляли дома, и Пушкина тоже перенесли на другую сторону, перекатили. И это делали ночью, и собралось очень большое количество людей, которые хотели посмотреть на этот переезд Пушкина. Памятник, я считаю, достойный, хотя он многим не нравится, но я его очень люблю. На его открытии, кстати, присутствовала его старшая дочь, если я не ошибаюсь. Так вот, посмотрите разницу. Вот этот памятник Пушкину, который стоит на Тверской, и посмотрите вот на его фигуру, да, она вот какая-то такая... Вот человек, который это делал, он любил и уважал поэта. То есть он ему придал вот характер, в нём есть какая-то душа. Вы посмотрите вот сзади, как у него этот плащ, вот он такой воздушный, лёгкий. Это прямо вот эта картина, которую лепили с любовью. А вот эту картину лепил человек, которого учительница русского языка и литературы била по рукам линейкой и заставляла учить Евгения Онегина целиком наизусть. Ну, в общем, поскольку я уже устала немножко, я вам, пожалуй, напоследок покажу... Я не думаю, что вот это произведение имеет статус памятника. Это, скорее всего, какое-то просто русское народное творчество. Вы могли бы подумать, что это памятник очень такой замысловатой какашки, но на самом деле это рыболовные снасти. Всё, друзья, на этом буду заканчивать. Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики, комментарии, всё пишите. Люблю, целую, подпись, Лера. Пока!